Привет, меня зовут Кася Зволик-Швихович и я эксперт по коммуникациям в TechSoup Europe. Добро пожаловать в наше видео пособие, которое поможет создать привлекательную графику для вашего контента. В нем каждый найдет что-то для себя. И новички, которые никогда раньше не использовали приложение Canva, и профессионалы, которые готовы к более продвинутым действиям. Вы можете смотреть отдельные эпизоды или все руководство в своем темпе, так как удобно вам. Надеюсь вам это будет полезно в вашей повседневной работе. Люди продолжают создавать все больше и больше контента. Происходит жесткая конкуренция. Пост вашей некоммерческой организации в соцсетях конкурирует за внимание аудитории с фото из отпуска вашего друга или с оплаченной рекламой новой игры. Коммуникация в социальных сетях похожа на шоу талантов. У нас есть только 2-3 секунды, чтобы привлечь внимание людей. Как это сделать? Используйте визуально привлекательный контент. Люди по своей природе в большой степени визуалы. Время, необходимое для идентификации изображения, составляет всего 13 миллисекунд. Мы переходим на формы общения все с большим количеством визуальных сообщений, потому что это помогает нам быстрее ориентироваться в мире, в котором нас постоянно бомбардируют информацией. Графический дизайн — это искусство визуальной коммуникации, которое сочетает в себе изображения, слова и идеи для донесения сообщения до аудитории с целью получения желаемого эффекта. В следующем эпизоде я хотела бы больше рассказать вам о важности цвета и контраста в дизайне. Цвет — это один из наиважнейших и сложнейших аспектов любого дизайна. Он помогает создать настроение, атмосферу, передать эмоции и может даже вызвать сильные личные переживания из прошлого. Некоторые цвета успокаивают нас, другие придают нам силу. Черный или темно-синий кажется более профессиональным, роскошным, в то время как оранжевый или желтый вызывают ассоциации с творчеством и приключениями. Контрастное изображение используется для того, чтобы подчеркнуть определенные аспекты дизайна. Использование контраста позволяет подчеркнуть различия между элементами и выделить ключевые элементы вашего дизайна. Один из простейших способов внедрить контраст в ваш дизайн — использовать цвета. Например, использование светлых тонов на контрасте с темными или наоборот. На этом изображении я использовала белый шрифт, контрастирующий с темным фоном, что делает фразу читаемой и визуально привлекательной. Еще один простой способ придания контраста — это увеличение или уменьшение некоторых аспектов дизайна по сравнению с другими. Например, выделение слова жирным шрифтом придает ему большей значимости. В этом эпизоде нашего видеопособия я расскажу вам о работе со шрифтами. При выборе шрифта или шрифтов для вашего дизайна нужно учитывать удобство чтения, что является одним из наиболее важных требований. Посмотрите на текст слева и справа и определите, какой шрифт более удобен для чтения. Традиционно шрифты с засечками лучше всего подходят для печати, а без засечек — для интернета. Помните о золотом правиле — лучше меньше. Это означает, что дизайн следует ограничить максимум тремя шрифтами. Вы можете смешивать их, но перед этим убедитесь, что ваша аудитория сможет прочитать сообщения. Убедитесь, что текст и фон контрастируют в достаточной степени. Трижды проверьте орфографию и грамматику. И убедитесь, что текст на визуальной рекламе также добавляет ценность вашему сообщению. Если он всего лишь контрастирует очевидные факты, повторяет или описывает визуальный ряд, лучше уберите его. По возможности используйте эмоджи в вашем тексте. Такая визуализация помогает вашей аудитории ориентироваться в тексте и реагировать на ваш призыв к действию. В этом эпизоде нашего видеопособия рассмотрим, как правильно подобрать изображение или фото для вашего дизайна. Какова бы ни была цель вашего поста или рекламной кампании, требуется некоторое планирование. Не только для того, чтобы написать хороший текст, но и прежде всего для того, чтобы найти правильный визуальный контент. Сильный визуальный контент в социальных сетях дает людям повод подписываться, ставить лайки, комментировать и в конечном итоге поддерживать ваш бизнес. Вам нужно подобрать к тексту соответствующие изображения. Иногда это может быть фотография, иногда иллюстрация или значок. Все зависит от вашей цели, сообщения и стиля вашей организации. Я бы рекомендовала вам провести небольшое исследование интересов вашей аудитории и подумать о том, какой тип визуального контента им хотелось бы видеть. Изображение должно быть связано с содержанием. Да, фотографии кошек и собак очень милые, но если вы не представляете приют для животных или зоомагазин, они вам не подойдут. Убедитесь, что у вас есть разрешение на использование выбранных вами изображений. Приложение Canva в своей базовой версии ограничено в использовании бесплатных фотографий. Вы всегда можете использовать стоки фотографий, такие как ранее упомянутые Pixabay, Pixels, Wikisklub, Wikimedia Commons, Unsplash, Google, Flickr или Фонды Europeana. В версии Canva Pro у вас все под рукой. В этом эпизоде я расскажу вам немного о композиции и гармонии в вашем дизайне. Итак, мы собрали все элементы воедино. Классные цвета, шрифты, потрясающие изображения. Теперь пришло время собрать их вместе в красивую четкую композицию. Дизайнерам нужно постоянно жонглировать различными элементами, чтобы найти гармонию в своих проектах. Позвольте вашей аудитории сосредоточиться на наиболее важных элементах. Помните, что чем меньше, тем лучше. Также для вашей организации будет проще, если вы создадите несколько различных шаблонов для различных каналов социальных сетей и для различных целей. Если вы создадите несколько красивых макетов, объединенных вашими фирменными цветами, шрифтами или узнаваемыми графическими элементами, такими как, например, круги в случае TechSoup Europe, вы не только построите свой бренд, но и сделаете свои сообщения согласованными и поможете своей аудитории выделять вашу организацию среди других. Если вам понравилось это видеопособие, следите за TechSoup Europe в соцсетях, чтобы получать больше образовательного контента. Мы в TechSoup облегчаем работу активистами некоммерческим организациям, предоставляем доступ к технологиям, ресурсам и сообществам.